Как написано у пророка Исаии, когда ты назовешь этот день днем чествуемым, радостным. И еще написано, приходите пред лице Господня радостные, пусть Господь нас благословит. Да, поможет нам Бог. Сегодня тема проповеди называется так. Итак, защитись кровью Иисуса. Защитись кровью Иисуса. Я думаю и искренне верю в то, что многие, кто здесь сегодня присутствуют с нами в этом зале, а также все те, кто смотрит нас в интернет-трансляции, я убежден в том, что многие из нас пытались родным и близким рассказывать о любви Господа. Пытались говорить им о том, что Бог их любит, Бог хочет, чтобы они наследовали вечность. Пытались показывать им путь более правильный, благой, который описан в Слове Божьем, но натыкались на, ну если мягко говорить, на определенное такое сопротивление, неприятие истины. И в конечном итоге мы порой разочаровываемся и перестаем вообще что-то говорить нашим родным и близким о Боге, об истине. И может быть где-то, когда-то, а может быть и постоянно, только остается за них молиться. Я правильно говорю? Есть такие в зале? Есть, правда? Так вот, друзья мои, сегодня мне хотелось бы вместе с вами посмотреть, что Слово Божье нам рекомендует и что оно нам открывает в отношении наших родных и близких. Как мы можем продолжать с ними строить наши отношения, может быть, не впрямую контактируя, а какими-то другими методами, которые нам открывает Евангелие. Итак, я думаю, что каждый из здесь присутствующих знаком с ситуацией, которые сейчас вы увидите на первом слайдике. Первый слайдик запустите, тогда он будет дальше. Это не игра в карты, а я думаю, что многие женщины, которые сидят в этом зале, знают, что это такое. А, гадание на картах, да? Ну, я хочу задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, кто знаком с гаданием на картах, кто когда-либо в своей жизни касался этого и в чьей жизни это было? Поднимите руку, чтобы я видел. А, есть, правда? Приходилось, да? Вот у меня даже был такой случай в жизни, что у нас младше меня девочка, моего младшего брата, одногодка, она гадала так на картах, вы что? Прямо к ней весь поселок приходил, чтобы она нагадала, что же наш ждет в будущем. Следующий слайдик. Ой, сейчас включу. Вот. Тогда это не-не-не-не. Нет? Вот. А вот еще, знаете, на юге распространено гадание на кофейной гуще, правда? Но, что меня больше всего поражает, то, что в 90-х годах каждый житель Союза Советских Социалистических Республик имел удивительную возможность лицезреть этого человека. Чумак, да? Алан Чумак. И я наблюдал своими собственными глазами картину, когда он начинал по телевизору что-то делать, то люди впадали в какой-то транс, начинали руками, ногами, там, головой шатать, водить, и я был в шоке, я шокирован был от того, что это реально действует, это реально что-то делает. У меня друг один принес даже часы, и говорит, часы заработали, которые годами не шли, и тут они вдруг начали тикать. Когда Чумака спрашивали, как это происходит, вы знаете, что он ответил? Он говорит, я сам не знаю. Я делаю, и оно все почему-то происходит. Так вот, я хочу вам сказать, что мы с вами жили и продолжаем жить в удивительном государстве, в котором даже сегодня, если вы включаете телевизор, то вы можете найти целую программу, которая называется «Битва экстрасенсов». Есть такая программа? О, друзья мои, что я хотел вместе с вами заметить? А дело в том, что и сегодня средство массовой информации продолжает влиять, заманивать, оказывать влияние духовное на всех живущих на территории Российской Федерации. Интересно, что это влияние, которое мы с вами наблюдали в своей жизни, не что иное, как влияние потусторонних демонических темных духовных сил. И все это происходит только для того, чтобы завладеть, пленить, держать в плену всех живущих людей, ну не только в России, я думаю, и на земле. Я помню, как пришел в церковь и первый вопрос задал пастору вот такой. Мне интересна была картинка вот такая. Я говорю, неужели демоны вот так выглядят? И на что мне пастор ответил? Я еще тогда был невоцеркленным человеком, меня просто волновали вот эти вопросы. И он сказал, что дьяволу выгодно, когда люди не имеют о нем полного представления. Ему выгодно, когда его изображают вот в такой смехотворной форме. Ему выгодно, когда его изображают страшным и ужасным. Ему выгодно, когда его недооценивают. Ему все это выгодно. Почему? Потому что именно в этом только случае, когда о нем нет полного и правильного представления, он может держать людей в плену, в своей власти. Я, как верующим людям, сегодня хочу обратиться к вам и сказать, дело в том, что многие верующие протестанты и адвентисты в том числе сегодня недооценивают той силы и власти, которой обладает сатана. Дьявол, падший демоны. И недооценка этой силы и власти может привести к плачевным результатам. Вот автомобилисты, кто есть? Поднимите руку, кто за рулем ездит? Кто вот по трассам? Кто ездил когда-то по трассе, вот далеко, на юг ездил, там есть такие? Ага. Вот замечали такую интересную ситуацию? Вот я еду по трассе, ни одной машины нету, еду, держу крейсерскую скорость, 90-100 км в час, не нарушаю. Но вдруг на дороге попадается в попутном направлении огромная, я не знаю, очередь автомобилей. И нужно их обогнать. Как только вы попали в эту очередь автомобилей, чтобы обогнать, вы глядываете оттуда, обязательно идет встречка. Вот когда ехал, не было ни одной машины, не было ни встречных, ни попутных. Как только попались попутные, и вам нужно выйти на обгон, обязательно смотрите, как по закону какому-то выходит встречная машина. Тебе, чтобы обогнать, нужно риск. Тебе нужно пойти на риск, чтобы обогнать автомобили. А еще, знаете, есть на трассах места такие, вроде ничем не отличаются. Такая же ровная дорога, нет ни поворотов, нет никаких там знаков, но прямо вот один на одном. Знаете, вдоль дороги, когда люди гибнут, ставят такие маленькие памятники такие. И вот есть участки таких, где этих памятников прямо скопление. Что это такое? Откуда оно берется? Почему именно на этом месте люди гибнут? Итак, давайте посмотрим, что же Библия говорит в отношении этих злых, темных, демонических сил. Деяния апостолов, 19 глава, с 13 по 16 текст. Что мы должны с вами знать? Все люди, не только верующие, но и неверующие, они должны вот это знать. Деяние апостолов четко описывает, что бесы реальны, они существуют, и они активны. Даже некоторые из китайшихся иудейских заклинателей стали употреблять на имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. «Но злой дух сказал в ответ, «Иисуса знаю», читали эту историю? «И Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они голые, избитые, выбежали из этого дома». Библия описывает, что существуют такие злые духи. Есть описание этого? То есть это реально? Это существует? Хорошо. Я в Набережных Челнах с пресвитерами совершал служение экзорцизма, то есть служение по изгнанию духов. И вот одна женщина пришла, она ходила в многие церкви, в многие динаминации, была она одержима. И когда мы совершали над ней молитву, я только произнес имя Иисуса Христа, то есть я сказал именем Иисуса Христа, эта женщина навзничь, вот знаете, вот как будто человек парализован, вот просто на спину так, бух, упала. Только я, а только одно имя произнес именем Иисуса Христа. Заклинаю тебя, оставь ее, она бум, вот так упала, шлепнулась на пол. То есть злые духи, потусторонние силы, демоны и сатана вместе во главе их, книга Откровения описывает, что третья часть всех небожителей было низвержено на землю, находится здесь на земле. И они, эти силы, там написано, какой дух-то, какой? Злой. Эти духи злые. И они здесь на земле находятся. И это факт. Евангелие от Луки, 9 глава, 55 текст. Одно дело, когда человек одержим духом, когда дух в нем живет. Это легко определить, это легко заметить. Совершенно другое дело, когда духи вокруг всех живущих на земле, но они действуют не так, как нам хотелось бы. Мы не видим этого действия. Но Евангелие нам открывает, как оно действует, то есть как они могут действовать. И еще. Евангелие от Луки, 9 глава, 55 текст. Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа. Помните историю, когда ученики сказали, что давай помолимся, и огонь с неба будет снизвержен на это селение? Иисус говорит, разве вы не знаете, какого вы духа? То есть Иисус четко подчеркивает, что порой бывает духи злобы действуют не только в одержимости, но в определенных действиях человеческих, когда человек что-то делает, когда его злой дух чему-то побуждает в какому-то действию. И здесь уже очень тяжело сориентироваться, каким духом ты движен. Но Библия говорит, что ты можешь быть движим не тем духом, о чем говорит Иисус Христос. И Ефесянам 2 глава, 2 стих. Апостол Павел пишет, То есть Слово Божие говорит о том, что вот эти духи князя этого мира, это духи, демоны, злые духи, действуют сегодня в мире через людей, он так Павел называет, через сынов противления. Вы видите? То есть Библия конкретно говорит, что духи существуют, они агрессивные, они злые, и мы с ними постоянно контактируем. У нас с ними постоянный контакт. В чем проблема? Еще один текст, который мне хотелось бы с вами рассмотреть. Как они действуют, то есть как действует злой дух? Бесы как действуют? Евангелие от Матфея, 12 глава, 43 по 45 стих. Евангелие от Матфея, 12, 43 по 45 текст. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов. Каких? Злейших себя. И, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом». То есть слова самого Иисуса Христа, который рассказывает о том, как действуют духи. И мы с вами читаем, что он выходит, ходит, 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 ходит. Я вижу, что духи злые очень много работают. Они занятые, они все время ходят и ищут, ищут в поиске. Утомился, устал, духи устают, много работают, поэтому устают. Они имеют память, они помнят. Тут написано, что он, что вспомнил? Мы читаем, что он вспомнил дом, откуда вышел. Вспомнил. Помню я этого человечка. Вышел я оттуда так. И вот он все вспомнил. Что за человечек? Какие ключики к нему нужно подбирать? Где у него слабости? Что они еще имеют? Ум. У него ум есть, потому что он анализирует. Он пришел и увидел. У тебя чисто, убрано, все выметено. И еще что важно заметить, что очень часто действуют организованно, вместе, сообща. Что он сделал, этот дух? Нашел всем других злейших себя и говорит, пошли. И тогда для этого человека что там? Катастрофа. Для какой же цели все это делается ими? Для чего они это все делают? Петр в первом послании Петра в пятой главе в восьмом тексте пишет, для чего? Он говорит, друзья мои, трезвитесь и что делаете? Бодурствуйте. Вы видите, апостол Петр говорит живущим людям на земле. Он говорит, послушайте, вам нельзя недооценивать силу зла. Вам нужно бодрствовать. И почему человек верующий должен бодрствовать? Да потому, что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И так, я делаю вывод, дорогие друзья, для себя, что духи, злые демоны, дьявол, существует. Он обладает силой, и именно он занимается тем спадшими демонами, чтобы погубить живущих людей на земле. Именно он ввергает людей в гиену огненную. То есть, желает, чтобы люди были не спасены, но были погибшими. Вот когда вы на родных и близких, вот пытались родным и близким сказать, пойдем в церковь сходим, давай Библию почитаем, давай вместе помолимся, а он тебе говорит, отойди, не мешай, да иди ты, да ты фанатик, да ты там, кто еще? Какой ты там? Сектанты, да, да. Вы злились на них? Молодцы, кто-то не злился, но кто-то злится, правда? Кто-то думает, вот я там ему все, я там все делал, а он никак не реагирует. Друзья мои, зря мы на них злимся, потому что они, я вам вначале показал только небольшое, что есть в этом мире, чтобы держать людей в рабстве. Дьявол держит людей в рабстве. Духи, демоны злые держат людей в рабстве. А мы пытаемся своими человеческими силенками преодолеть. И у нас ничего не получается, конечно. Итак, друзья мои, стоит ли верующим людям бояться? Вот я когда слушал брата, Алиника Виталия, знаете, у него есть целый ряд проповедей на эту тему. Я вот прям мне страх охватил. Я думаю, мама родная, все, погибнем. Я хочу вам сказать, друзья мои, почему верующим вообще бояться не стоит этого? Почему верующим не нужно бояться? Почему им не нужно бояться? Первое Иоанна, вот откройте вместе со мной, первое Иоанна, послание Иоанна, первое, четвертая глава, четвертый стих. Иоанн говорит, дети, вы от Бога и победили их. Кого их? Ну, а потому что наша брань-то, помните, не против плоти и крови, о чем апостол Павел пишет. И дальше он пишет, «Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире, а в мире дух господствующий, князя этого мира, сатаны». Итак, верующим бояться не стоит, верующим не нужно переживать, потому что если мы имеем с Богом отношения, то тот, кто в нас, гораздо больше тех, кто окружает нас. Я помню еще одну историю, когда пророк со своим слугой находился в городе, который был окружен армией вражеской. И слуга очень сильно переживал за свою жизнь и здоровье и говорит пророку, «Все, нас сейчас поймают и казнят». На что ему пророк ответил, «Не переживай». Помните, помолился Богу и попросил, чтобы Бог ему глаза открыл. И когда глаза у слуги были открыты, у этого пророка, он увидел и говорит, «А кто это там? Кто это такие с колесницами белыми, их много-много-много?» Он говорит, «Это ангелы Господни, которых гораздо больше». И у слуги сразу желание появилось, «Да давай сейчас всех на капусту». Но он говорит, «Нет». Итак, друзья мои, верующим не стоит бояться. С нами все понятно. А с родными и близкими, ну вот если мы выше прочитали, «А с ними что?» Как же быть? Что же делать? Что мы с вами должны делать? Молодец, сестра! Но не просто молиться. Давайте мы откроем Евангелие от Луки, 10 глава, с 18 по 20 стих. Прочитаем. Речь идет Иисуса Христа со своими учениками. Он же сказал им. Смотрите, что говорит он. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». И дальше он говорит. Что Иисус говорит? Прочитайте, что написано. «Се даю вам власть наступать на змеев, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж, тому не радуйтесь, что...» Чему не радуйтесь? Тут написано. «Что духи вам повинуются, а радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Итак, верующим вверено, нам с вами вверено, вести наступательную победоносную войну. Но проблема заключается вот в чем. Что мы не знаем с вами, как вести эту войну. Мы попробовали, мы думали, что вот так уговорами, беседами, наставлениями, как правило, знаете, такие беседы все время такого плана. Но они выглядят примерно так. «Я очень святой, я уже хожу давно в адвентийскую церковь, свининку мы не едим, не курим, не пьем, и вас приглашаем к себе в церковь. Грешники вы такие, свиноеды». Вы понимаете, что порой получается так, что на нас смотрят наши родные и близкие, и ничего вот в нас не вызывает, чтобы они с нами пошли, понимаете, наоборот, все чувствуют только отторжение. Я думаю, что причина заключается в том, что мы сами вот благодать на себе не испытали. потому что помните историю, которую Иисус Христос рассказал, притчу. Он сказал, как вы думаете, кто больше прощает, кто больше, кто более добрый в отношении грешников. И все ответили, сказали, тот, кому много прощено, тот и прощает. То есть, если человек понял, что он во власти дьявола был и обрел свободу, и если он понимает, что своими силами он не мог этого сделать, он никогда не будет с пренебрежением смотреть на людей, которые его окружают. Он всегда будет с любовью смотреть. И он будет понимать, что человек сопротивляется не потому, что он хочет сопротивляться, как мне вот брат Володя сказал, что в принципе у человека это и выбора нет. Но у него, какой у него выбор, если он, представляете, он в рабстве дьявольском находится, какой у него выбор? У него один только выбор есть. Принять Христа как своего спасителя. Все остальные выборы уже за него сделаны. Ему предложат этот выбор какой-нибудь, там, не знаю, фантик дьявол какой-нибудь, предложат, и он возьмет его и проглотит. Итак, ваша семья и моя семья может быть под защитой Бога. Может. Как? Каким образом? Откройте, пожалуйста, книгу Иова. Книга Иова. Я не смог Иова найти в таком, знаете, в царском величии, но Библия говорит о том, что это был очень, очень такой влиятельный человек, и поэтому я нашел вот такую картинку влиятельного князя Востока. Иова, первая глава, с первого по десятый текст. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. Был человек этот непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. И родилось у него семь сыновей и их дочери. Имение у него было семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот порвалов, пятьсот ослиц, весьма много прислуг. И был этот человек знаменитый всех сынов Востока. Сыновья его, сходили сделать пир, каждый в своем доме, в свой день, и посылали, и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними». Семь человек – это значит, сколько дней они гуляли? Да, дальше тут написано, когда... То есть, первый брат, второй брат, трех, семь. Когда круг пиршенства дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. И дальше история меняется, и начинается описываться другая ситуация. «И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, «Ты откуда пришел?» И отвечал сатана и сказал Господу, «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла и отвечал сатана». Что он ответил? «Разве даром богобоязнен Иов?» Вот здесь, вот посмотрите, что тут написано. «Ты ли кругом оградил его и дом и все, что у него, дело рук его, ты благословил и стада его распространяются по земле». Что сатана говорит? Он говорит, «Ты знаешь, вокруг Иова заборчик, и он ему говорит, ты же его, что сделал, ты же его оградил». Он такой, дьявол так разочарован, сатана, потому что у него не было доступа к Иову, он не мог к нему подойти, он был защищен, он же четко говорит, ты кругом оградил его. Конечно, у него нет проблем, у меня доступа к нему нет проблем. И главное написано так, что ты все, что у него благословил. А если мы с вами внимательно прочитали вот эту историю, скажите, почему он был кругом огражден? Почему сыновей его не было, у дьявола не было власти над сыновьями его до поры до времени? Почему? Вот судя по этой истории. Молодцы, потому что там написано, что Иов делал, когда они круг пирсенс заканчивали. Иов всех собирал и приносил все сожжения и говорил им, может быть, они согрешены, может быть, они похулили имя Господа. То есть он приносил жертву для того, чтобы покрыть своих сыновей и дочерей. Итак, Иов делал так, потому что был научен. Друзья мои, хочу один слайдик показать вам. В бытие описана одна история. Жертвоприношение Авеля и жертвоприношение Каина. Вот у нас с вами могут быть проблемы в жизни. Почему наша семья может не находиться под Божьим покровом? Почему забора вокруг нашей семьи может не быть? потому что Иов приносил все сожжения. Он приносил жертву Авеля. Он рассчитывал только на заместительную жертву Христа. Он рассчитывал на помощь Бога. А Каин приносил в жертву плоды рук своих. И порой бывает в нашей жизни что мы много работаем, много делаем, много назидаем, наставляем, много лекций читаем, много морали читаем нашим родным и близким. Почти то, что на первом месте у Ева на первом месте был Бог и его заступничество, его жертва. А у нас порой на первом месте наши усилия. Даже Боже, я молюсь тебе день и ночь. Понимаете? Я хочу, чтобы вы правильно поняли. я не против молитвы. Но не молитва инструмент. Молитва не может быть вот таким, знаете, я молюсь, поэтому ты должен ответить. И Ов делал это постоянно. Жертва более важна, нежели чем назидание. Итак, можно подытожить. Можно оградить свою семью, выстроить вокруг этой семьи Божью защиту благодаря жертвы Христа. Благодаря жертвы Христа. Где вы находитесь? Знамение еврейское переводится как знак, примета. То есть это определенный, не знаю, я встречаюсь на территории Христианского культурного центра с людьми, которые здесь ходят. И я сразу отличу человека, который работает на три ангела телекомпании. Знаете как? Вот на Мишу посмотрите. Видите у него у Миши на груди значок висит. А знаете что там написано? Три ангела. Вот я с Мишей когда встречаюсь я четко вижу, что Миша работает на телекомпании три ангела. Ну и когда сотрудники телекомпании в праздничной одежде, когда они представители своей компании, у них обязательно значок есть, знак. Так вот, во времена книги исход, во времена, когда Бог должен был вывести израильский народ из египетского плена, почему же Бог не сказал, ладно, я выведу вас, вы верите в меня? Они говорят, да, верим, ну все, я вас выведу, все нормально. Зачем нужно было помазать кровью косяки? Для чего это нужно было сделать? Вы понимаете, что нужен знак, Бог-то знает, но вы-то знаете, верите вы или нет? То есть, если вы верите, то, как говорит Иаков, покажи мне свою веру а я тебе тогда покажу дела мои, мою веру и сделал. Поэтому очень важно, когда верующий человек, если он говорит, что он верит, значит, он должен следовать тому, что написано. А здесь написано, помажь кровью косяки. И они помазали, и ангел-губитель прошел мимо. А если вы читали эту историю, помните, что произошло с теми, кто не помазал? Да я уверен, что были люди в Израиле, которые говорили, сущая глупость, зачем я буду тут кровью косяки мазать? Что, Бог не видит мое сердце? Бог сто процентов видит мое сердце, Бог пройдет мимо моей квартиры. Что там написано в книге исход? Бог прошел только мимо там, где что было? Кровь была на косячках. Там прошел. А там, где не было крови? В каждой семье умер первенец. В каждой. Поэтому очень важно быть послушным Слову Божьему. Но есть проблема в нашей жизни с вами. И среди нас есть проблема. Среди верующих, среди адвентистов есть проблема. Где она, эта проблема? Не вижу ее на экране. Не появляется проблема. Ну, вот она дает. Не, не, не. сейчас появится. Подождите. Вот она, эта проблема. Вот она. Вот. Проблема называется так. Секулярный ты человек, брат мой и сестра. Что такое секулярный? Читаю вам. Свободный от церковного влияния. Вас обдирают, вам лапшу на уши вешают. Ходите тут, служите своего батюшку тут, пастора. Ну, ведь зарплату он только отрабатывает. Вот он здесь стоит. Что вам дала ваша церковь? Что, десятинку туда относите? Да, вот я хожу, у меня друг один. Я, кстати, его написал. Хочу его, чтобы он пришел в церковь. Тренер у меня есть, Денис. Как встречает меня, у него первая фраза. Ну, что, обобрал своих старушек? Я, видел, когда ты из машины выходил, у тебя пачка денег выпала. Говорит, что на Land Cruiser не ездишь? Притворяешься, прибедняешься. Ну, вот так люди устроены, понимаете? Все знают, грамотные, начитались. И адвентисты в том числе, понимаете, мы с вами, как верующие люди, в том числе, это секуляризация, это проблема нынешнего века. Все люди читают много, очень грамотные. Любого здесь сидящего, у которого есть дома, интернет у кого есть дома. Интернет. Вот мне, я с ним встречаюсь, он говорит, пастор, что ты мне говоришь? Знаешь, что интернет говорит? Как будто, знаете, уже можно, может, сюда даже служитель уже не выходить. Интернет давайте включим и поехали. Все грамотные. И вот отсюда секуляризация. Что такое человек секулярный? Он понимает, что существует такое понятие, как причина-следственная связь. ударил молотком по пальцу, будет бобо. Не бей. И поэтому люди, которые сегодня верят в Бога, они вообще перестали верить в чудодейственный элемент Божьего присутствия. Поэтому люди сегодня и здесь сидящие в зале, они, они как бы знают, что в Библии написано, что духи есть нечистые. Но это не про нас, это нас совершенно не касается. Оно где-то там все бродит, но не здесь. Почему? Потому что потеряли, вот эту духовность потеряли, стали очень умными. Помните, как в книге притча написано «Не полагайся». На что? На разум твой. Но вот проблема, когда мы стали вот такими интеллектуальными великанами такими огромными, рациональное средство мышления, брат, садись, давай Библию почитаем. Что в Библии написано? Я вот как-то одному брату сказал, а в Библии написано, что курить нельзя? Где вы это читали? Нет такого. А более того, я сейчас вам один текст найду, там написано, «Мне приятны курения твои», говорит Бог. Понимаете? То есть, если вы вот так к Библии подходите, давайте будем читать, и вы увидите, что там много чего Бог не описал в Библии, но это не говорит о том, что это делать нельзя. Еще один вам пример привезу, такой, может быть, он такой. Но это, понимаете, это то, что есть в церкви сегодня. Я не знаю, на территории России есть это или нет, но я знаю реально, что на Западе это есть 100%, потому что пасторы, когда встречаются, они жалуются именно с этой проблемой. Молодежь сегодня такая, начитанная, подходит к пастору и говорит, «Открывай Библию», книга «Исход», 20 глава. Что там? Закон Божий, да? Давай читаем. Что написано? Грех, что грех? Начинаем с пятой заповеди. Убийство, грех. Что там? Седьмая заповедь. Не прелюбодействуй. Грех не прелюбодействует, правильно? Блуд и прелюбодеяние – это грех. Что делают сегодня молодежь на Западе? Обнажаются мальчики и девочки, вместе лежат, друг друга трогают, но физического контакта, именно блуда и прелюбодеяния, самого акта нету. И они говорят, это не грех. Вот куда мы с вами пойдем, если будем и так дальше идти? Если верующие люди начнут отталкиваться только от того, что написано в законе? А разве Иисус Христос не сказал, если ты смотришь на женщину с вожделением, то ты уже прелюбодействуешь сердце своем? Разве этого нет в Библии? Поэтому сегодня мир стал секулярным, очень умным, очень образованным. И вы попали, друзья мои, в ловушку, или лапы, или крючок сатаны, потому что вы перестали верить во все чудодейственное. И когда я говорю, что можно защищаться кровью Иисуса, можно молиться и просить, чтобы жертва Христа покрыла вашу семью, покрыла ваших родных и близких, мне говорят, да зачем это нужно? Зачем это делать каждый день? Может, это пустое многословие? Может, это предрассудки, пастор, не нужно этого делать. Не означает ли это, что мы себя ведем, как будто мы находимся в рабстве, в религиозном? А может, это просто заклинание какое-то? Заклинание. Я хочу вам прочитать, что такое заклинание. Заклинание отличается неизменным текстом. То есть, вызубренный текст от первой до последней буквы и основано на вере в то, что в озвучаемых словах содержится сила воздействовать на духовный мир с целью принудить его к выполнению желаний у человека. То есть, вызубрил фразу, и именно эта фраза действует. Фраза заставляет духовный мир выполнять ваши условия. Это традиционно языческий подход. Эффективность молитвы зависит от состояния взаимоотношений с Богом, а не от заученной фразы, от состояния взаимоотношений, от веры. Я уже вам говорил о том, что вера не имеет сослагательного наклонения. Кто-то сказал, я не знаю кто, но вот мне понравились эти слова. Мы живем, основываясь не на вчерашней славе, не на завтрашней надежде, а на сегодняшнем переживании. Вот сегодня я должен быть верующим человеком, сегодня я строю отношения с Богом. В Новом Завете так апостол Павел выражает свою веру. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 13 стих. «Я верил и потому говорил». Верующий человек должен говорить. Если мне Бог сказал «помажь косяки кровью», если я не верю и помазал, не работает, а если я верю и делаю то, что сказал Бог, работает, всегда всегда должно быть вера и действие ваше всегда должно быть синициированы верой. Мы должны верить и должны говорить. Мы должны верить и должны говорить. Ролик хочу вам показать. Один ролик покажу. Вместе с вами хочу посмотреть. буду озвучивать что-то, что может быть не будет видно. Мы хотим ролик? Не, 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 я не вижу его. С самого начала поставьте. С самого начала поставьте его. человек попадает в аварию. ДТП. Давай, давай, кровь Христа, кровь Христа, давай. Давай. Женщина молится. Она просит, чтобы... Это не тянет интернет. Она молится и просит. Она говорит... Он врезался в столб и машина загорелась. Пылающий джип на выезде с автострады 385. На помощь бежали люди, молились и пытались вытащить мужчину из машины. Свидетели говорят, что джип подрезала другая машина, ударила со стороны и джип покатился в столб. В момент, спустя, из-под капота появилось пламя. Я ничего не нашел, кроме колона воды. Я пытался тушить пламя возле водителя, чтобы тот получил меньше ожога. Хотел выиграть для него время, пока пытались вытащить из машины. Люди искали огнетушитель, но не нашли. Чуть позже мужчина сломал и выбил стекло. Мы искали, кто бы перерезал ремень безопасности. Я видел, что мужчина оказался в ловушке, его грудь была вдавлена в грудь, а тело держал ремень безопасности. Свидетели оттащили водителя подальше от пламени, а минут спустя услышали громкие хлопающие звуки из машины. Звук, который они не забудут. Машина взорвалась, а мы молились и вытащили его. Водителя повезли в больницу не в критическом состоянии. У него не было ни одного ожога. Но еще больше удивила эта Библия. В полностью сгоревшей машине на переднем сидении лежала абсолютно целая Библия. Есть Бог. Вы не верите? Это же очевидно. Есть Бог. Эта женщина молилась, она говорила кровь Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа. Вытащи его, вытащи его, спаси его. Человека зажало, двери были зажаты, невозможно было вытащить, нужно было разбить окно, перерезать ремень безопасности, там есть такая функция, ремень прижимает человека, ты не можешь вылезти из автомобиля. И пока это пламя бушевало, там на ноги ему лили воду, и они молились, они говорили, кровь Иисуса Христа, покрой его. Вытащили его, только вытащили с машины, машина взорвалась. Сгорев полностью, на переднем сидении лежала Библия. Я сегодня хочу спросить вот этих скептиков, людей с секулярным мышлением, хочу спросить, есть Бог? Есть Бог, мои братья и сестры, есть Бог? И если вы хотите сегодня, чтобы ваша семья была под Божьим покровом, начните верить, что кровь Иисуса Христа покрывает ваших родных и близких. Начните молиться, чтобы кровь Иисуса Христа и жертва Христа, как делал это Иов, защитило ваших родных и близких. Начните молиться, чтобы кровь Иисуса Христа привела ваших родных и близких ко спасению. Начните молиться, чтобы двери нашей церкви были открыты для спасения людей, которые живут в этом мире. Молитесь кровью Иисуса Христа. Молитесь так, как сказал Господь. Все, что не будете просить во имя Мое, все, что вы не попросите во имя Мое, будет вам, если только будете иметь веру. Я верил, потому и говорил. Я удивляюсь, насколько есть верующие люди, которые молятся тогда, когда все впадают в транс. Есть люди, которые продолжают молиться тогда, когда все шокированы. Всего одна фраза. Кровь Иисуса Христа. Не было ни огнетушителей, не было ни аварийной службы, но они вытащили и спасли его. Я вам хочу вот предложить водителям залезть в интернет и наберите, сколько людей сгорело в огне в автомобильной катастрофе. Вы, вот когда вы будете видеть, как люди горят, я слышу только матные слова. И никто не может их вытащить. Они сгорают заживо. но когда я вижу, что люди попадают в критическое состояние, в критическую ситуацию, и другие начинают молиться и говорить кровь Иисуса Христа, защити его и вытащи его, я вижу, как Бог ставит ограду. Я верю, потому говорю. И я сегодня с самого начала служения попросил вас, чтобы вы могли всех своих родных и близких выписать. Здесь есть плакат. Вот такой. Мы развернем и будем наклеивать каждую вашу записочку. Вот здесь на стене мы повесим. И после каждого служения я приглашаю всю церковь, чтобы могли вот сюда выходить и молиться кровью Иисуса Христа, чтобы эти люди, которые будут здесь записаны, пришли вот сюда. Но не важно, чтобы они сюда пришли. Важно, чтобы они туда пришли. Чтобы они в царство попали, чтобы они в вечности оказались. Есть желание у вас такое? Есть поддержка? Давайте помолимся, попросим благословения. И сегодня я попрошу сейчас после молитвы, пока у нас будет служение добровольных пожертвований на коммунальные платежи сегодня, чтобы собрали все записочки молодежь и вынесло сюда, и мы за них сегодня будем молиться. Отец Небесный, мы просим тебя, благослови нас, помоги нам, Отче, в это время, когда люди больше доверяют науке, люди больше доверяют своим знаниям, чем жертве Христа. Когда мы надеемся больше на свои силы, как некогда Каин, который принес жертву своих вот рук, плодов своих, и Авель, который принес ягненка в жертву. Господи, мы просим тебя не о том, чтобы мы ничего не делали, Господь, а о том, чтобы всегда мы только полагались на Твои заслуги, всегда мы только полагались на Твою жертву, всегда мы только полагались на Твою кровь, Христос. И поэтому сегодня мы молим тебя, кровь Христа, покрой наших родных и близких, кровь Христа, защити детей наших, защити родителей наших, защити тех, кто близок и дорог нашему сердцу. Кровь Христа сегодня, действуй там, где мы хотели бы, Отец Небесный, Слово Твое нести, и свет Твой нести, истину Твую нести. Кровь Христа сегодня даруй нам свидетельство милости и благости Твоей, силы Твоей. Во имя Иисуса Христа молитва наша. Аминь. Да благословит нас Господь, друзья мои, присаживайтесь. Знаете, в Малахии есть один текст, и он звучит так. Если кто-то здесь есть, кто не очень верит, не очень верит, я принимаю. Даже если вы не очень верите, просто ради, как написано у Малахии, ну испытайте, ну проверьте. Вот давайте, проверьте, напишите. Откуда я взял вот эту, чтобы взять плакат и повесить всех наших родных и близких, а начать, в смысле, не повесить, записочки эти. В одной мусульманской стране была христианская церковь, небольшая, всего-навсего, что-то там около 50 человек. Вы представляете, вот христиане, они легче обращаются в мусульманскую веру, чем мусульмане в христианскую. И они 10 лет там работают, работают, проповедуют, ни одного мусульманина не пришло в церковь, ни одного. Тогда они помолились и говорят, давайте мы их выпишем и на стену повесим и будем молиться за них. Выписали, список оказался огромный, потому что, вы знаете, мусульманские семьи, они большие. Каждый там такой метровый лист принес всех своих родственников. Интересно, церковь начала молиться. Через год, через год, 80% было выделено красным маркером, 80% человек пришло в церковь. Церковь разделилась на несколько церквей, потому что стала огромной. Вот что может, как написано у Якова, молитва праведного. Проверьте, испытайте Господа. Продолжение следует...